Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня завтрак. Мукбанг, как вы видите. Здесь у нас три сосиски. Снизу сосисок, значит, плавленый сыр. Я люблю именно так. Один огурчик, помидорчик, три яйца и мои любимые оливки. Ой, маслина. В прошлом видео я маслину назвала оливками. Была куча комментариев, я поняла, что я ошиблась. Здесь сок. Также, как вы думаете, что здесь есть еще? Конечно же, сырный соус от Хайенс. Я его ем. Вообще совсем. Давайте сразу вот сюда выдавим, потому что в одном из видео я вообще забыла про его существование. Если честно, настроение у меня непрямушки так супер. Моя любимая блогерша сейчас поставила пост, что у нее умер кот. Я просто так люблю животных. И когда я вижу, что такое происходит, как-то становится неприятно, не по себе. Очень обидно, когда что-то происходит именно с животными. Потому что они такие беззащитные. Мне очень хочется завести кошечку или собачечку. Но когда я думаю, что с ней может что-то произойти, и как мне потом будет тяжело, я не представляю. Я человек, который очень быстро привязывается ко всему. То есть, это ужасно. Ну, давайте не будем о грустном. Это все приготовила я. Типа хотела яйца вкрутую. Получилось как-то вот так вот. Иди сюда. Сочетается это все просто нереально. Это будет очень крутой завтрак. Можно сделать сюрприз. Например, маме приготовить такой завтрак. Оливки с яйцом. Боба. Сейчас, правда, не прям завтрак. Время уже, наверное, где-то 11. Я просто ходила к стоматологу. И утром, если честно, мне не очень хочется кушать. Также попросила вас задать мне интересные вопросы в инстаграме. Я всегда так делаю. Ставлю пост в истории. Ой, да как много вопросов. Была ли мысль носить хиджаб? Сколько хочешь детей? Хотела бы поехать за границу? В общем, вопросов много. Что касается хиджаба? Нет. Никогда в жизни у меня не было мысли носить хиджаб. Не потому, что я к этому как-то плохо отношусь или еще что-то. Кто делает намаз, то очень круто. Пусть делает. Но мне это не очень близко. Поэтому такой мысли не было никогда. Что касается поехать за границу. Пока что у меня в планах такого нет. Хотела бы вот в Грузию поехать. Даже в Грузии не было. Представляете? Люди перечисляют, где они были. Не знаю. Лондон, Америка. Где только не были. Мне перечислить в принципе-то нет. О чем рассказать. Ну, в общем, отвлеклись. Пойдешь на концерт Рауфа и Файка. Я особо на концерты, если честно, не хожу. Мне как-то некомфортно в такой обстановке. Я немножко скованный человек. И когда много людей, какая-то толпа, мне бывает некомфортно. Я бы не сказала, что я прям так фанатею от Рауфа и Файка. Мне просто нравится одна песня детства. Стоит ли из-за этого ходить на концерт или нет, не знаю. Для меня самый крутой отдых пойти в какой-то ресторан, поесть что-то вкусное, что-то редкое, необычное. Вот это я понимаю отдых. Кто дал тебе имя, мама или папа? Ни мама, ни папа. Меня назвала моя двоюродная сестра. Когда я спрашивала, как так получилось, что ты меня решила назвать именем Айнур, она начала прикалываться надо мной. Вот ты родилась, говорит, мы сели за круглый стол, посередине стола посадили тебя. И каждый говорил, говорит, свой вариант. Потом она сказала, что она прикалывалась, конечно же. Ну я довольна, ребят, мне нравится мое имя. Вот. Оно очень распространенное имя в Азербайджане. Даже в каких-то странах есть Айнур парни. То есть этим именем называют еще и парней. Интересно достаточно. Любишь Новый год ваши традиции? Могу просто сказать про традиции, которых я не знаю. Новый год мы празднуем всей семьей. У нас нет такого, что на Новый год. Я иду куда-то гулять с подругами. Обычно Новый год это семейный праздник. Один из моих любимых. Но, знаете, как-то в Азербайджане ты не почувствуешь Новый год. Вот когда ты на Новый год в России. Это нечто. Это реально очень-очень круто. Везде снег. Все отдыхают, не знаю, там, недели две. Ты знаешь, что ни на работу не надо. Даже магазины не работают, потому что Новый год. А здесь, вы представьте, первого числа. Я не шучу. На моей прошлой работе, первого января, я была на работе. Первого. Ладно бы третьего. Ладно бы второго. Сначала, когда мой босс мне сказал, что первое число я должна быть на работе, я подумала, что он прикалывается. Но, к сожалению, он не прикалывался. Правда, не утром я пришла, но где-то в 12 я пришла. Не потому, что там было много работы, а просто рабочий день. Приходи. В Баку редко бывает, что снег. Поэтому вот эта вот новогодняя атмосфера, вот эта вот аура. Там, не знаю, Дедушка Мороз, снегурка, я не знаю. Ну, нету здесь этого. В России как-то на Новый год ты прям чувствуешь волшебство какое-то. Может, только у меня так. Ну, не знаю. Так. Господи. Вкусно нереально. Ты пробовала русский борщ? Да, пробовала. И он мне очень-очень нравится. Вообще, надо бы снять про российскую кухню. Вот что можно снять интересное про русскую кухню. Девчонки, вы мне подскажете. Я знаю, что есть драники. Может, их приготовить. Больше еще российские есть. Что интересного можно снять. Любимые места в Баку. Мне очень нравится... Господи. Я буду руками. Мне очень нравится заведение, которое находится немножко высоко. То есть, где панорамные стекла и очень красивые виды. Я люблю такие заведения. Самое мое любимое это High Boost, Vertical. Вот. Два моих любимых заведения. Vertical вообще. Это что-то с чем-то. Но говорят, что он закрылся. Ну, в общем. Несколько раз задают вопрос, ты пробовала русский борщ? Да, пробовала. Мне он понравился. Ну, можно, кстати, в YouTube посмотреть, научиться его готовить и также снять вам видео. Ну, я вроде стараюсь разнообразные видео снять. Вот только начну снимать, про суши начинаются. Опять суши, опять суши. Ну, вот смотрите. Я стараюсь разное снимать. Думаю. Люди в продуктовый магазин заходят чисто продукты купить, а я за вдохновением туда иду. Смотрю на прилавки, думаю, блин, что ж такое можно приготовить. У меня мамка уехала, я абсолютно одна. Теперь я и сама готовлю, сама ем, снимаю, монтирую и так далее. Скажи привет на родном языке. Давайте я вам что-то на лезгинском скажу. Со звук канцова. Импера до двуемяки. Это вот я на лезгинском сказала, на своем родном языке. Кто меня понял, пишите в комментах. Любимый мультик детства. Обожала смешарики. Я просто была фанаткой Нюши. Просто нереальная фанатка. Я смотрела этот мультик только из-за Нюши. Недавно к нам пришла маленькая девочка, в общем, наша родственница. И мы с ней начали смотреть Машу и Медведя. Сколько у них просмотров, господи. У Маши и Медведя. Они миллионеры просто. Ну, сейчас не об этом. Мы что-то сидели, смотрели мультики. Девочка пошла там играться дальше, а я сижу, оторваться не могу. Мне настолько интересно было смотреть Машу и Медведя. Блин, так интересно. Мультики делают. Надо, кстати, закончить снимать видео, сесть и посмотреть Машу и Медведя. На Ютубе, конечно же, смотрели. Но, блин, очень интересно снимают. Не то, что, знаете, прям контент рассчитан на детей. Я взрослый человек, ну, по сравнению с этой девочкой, конечно, взрослый человек. И мне было интересно смотреть. В нашем время какие-то дурацкие мультики были. Что-то вроде, ну, погоди, и так далее. И потом там смешарики были. Были телепузики. Были телепузики. Как вы думаете, кто я была? Я была по. Как настроение? Пришло уведомление о твоем новом видео. Кстати, обязательно ставьте колокольчик. Я никогда не говорю своим подписчикам. Смотрю чужие видео, все говорят, ставьте колокольчик, ставьте колокольчик. А я никогда не говорю. Но я замечаю, что у всех у вас стоит колокольчик. Потому что как только я загружаю видео, все, сразу начинается тысяча просмотров. В этом видео я вам скажу, обязательно ставьте колокольчик. Какая твоя самая любимая марка косметики? Больше всего я люблю Майкап Революшн. Но сейчас у меня тени от Катрис, тушь от Фаберлик, румяна от Слик, хайлайтер от Майкап Революшн, помада от Голден Роуз. Вкусно. Вопрос, вы любите шарлотку? И у меня сразу идея. Надо снять шарлотку. Я умею ее готовить. Очень вкусно умею готовить. Надо съесть, съесть всю шарлотку. Не смогу я наверное целую съесть, я думаю, потому что это будет как-то многовато по мне. Я вообще сладкое много есть не могу. Но хорошая идея. Пойдешь на жару 2020. Пока что рано планировать, но я уже планирую пойти. Потому что я никогда не была на таких мероприятиях, мне тоже хочется пойти. Какая у тебя религия? Религия у меня ислам. Далее вопрос здесь был любишь сладкое или соленое? выбирать конкретно между сладким и соленым, конечно же я выбираю соленое. Я не сладкоежка абсолютно. могу что-то сладкое съесть, но не фанатею. Было очень вкусно. Было очень вкусно. А вы можете так? Хочу еще. У меня вот внутренний голос говорит хочу еще. Честно я не наелась, но было очень 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 вкусно. Я считаю, что видео нужно снимать именно вот так вот. То есть прям с удовольствием. Вот ты прям хочешь и ты ешь это. когда ты уже заставляешь себя. Мне кажется это неприятно ни зрителю, ни мне неприятно подобное видео снимать. И давайте отвечу на какой-нибудь последний вопрос. Господи как много. Вот реально не обижайтесь на меня пожалуйста что я не отвечаю потому что здесь уже более 200 вопросов. Я просто чисто физически не могу успеть. Даже среди них есть очень интересные. Но если бы это был последний день в твоей жизни что бы ты сделала в этот день? Как отразилась косметика на качестве твоей кожи? Если бы это был последний день моей жизни я провела бы с близкими людьми сняла бы последний влог попрощалась бы с вами. Косметика нормально отразилась на моей коже. Я не могу сказать что я прям недовольна своей кожей все окей. Как -то так. Я надеюсь что вам Так как мнения разошлись, кому-то больше нравится розовый задний план, кому-то нравится в гостиной, поэтому я буду чередовать. А вам я в свою очередь желаю приятного аппетита, удачного дня, с вами Плайка Эмили, всем пока!